Уважаемые Уважаемые коллеги, друзья Только сейчас я понял, насколько правильно выбрал место для публичной лекции Столько об учебнике хороших слов, как сказал Евгений Батырич Я бы нигде, кроме Казанского университета, не услышал Спасибо огромное На самом деле для меня огромная честь выступить в Казанском университете На юридическом факультете Честь и удовольствие Я страшно люблю республику, Казань И каждый приезд сюда для меня вот в такой праздник А сегодня этот праздник еще связан с учебником, который я писал почти 8 лет И который по форме учебник Может даже выглядит суховато Но по сути это рассказ одного из разработчиков действующей Конституции Рассказ о том, что получилось, что не реализовано в Конституции Но самое главное, получилось, не получилось, это каждый оценит сам Конституционный суд посчитает, счетная палата в процентах выведет Реализованная и нереализованная Самое главное в том, что задумывалось, когда мы с Сергеем Сергеевичем писали этот документ И что из задуманного получилось, а что не получилось Поэтому я и назвал лекцию Неизвестная Неизвестная об известном, известная неизвестном В общем, неизвестная Конституция И я построил лекцию таким образом, чтобы она дала представление об основных моментах учебника Может быть кто-то из вас прочитает, может быть кто-то заинтересуется этим живым конституционным правом В чем слово живое, здесь используют тоже осознанно и умышленно, потому что все разделы учебника написаны по решениям Конституционного суда Российской Федерации По постановлениям, по определениям, использован опыт конституционного строительства в субъектах Федерации То есть в конституционном праве, мои коллеги знают, очень редко мы прибегали к этому приему, как в гражданско-профессуальном, в уголовно-профессуальном праве Строим по судебной практике материал, показываем студентам и теорию, и практику В конституционном праве чаще было все-таки это следующий более конкретный шаг за теорией государства и права И уже совсем меньше конституционная судебная практика Здесь вот, мне кажется, этот пробел я пытался реализовать У нас с вами есть несколько оснований гордиться действующей конституцией России Это будет первый мой посыл в лекции Во второй части лекции я расскажу то, что должны знать о конституции будущие лидеры нашей страны Чтобы видеть в основном законе эффективный и современный инструмент управления А не древний, хотя и священный артефакт тех времен, когда еще не было Фейсбука, Айпада и других гаджетов И систем, и сетей И, наконец, третий раздел лекции, наверное, мне кажется, наиболее познавательный Что неизвестно в этом документе, что нам еще надо узнать о конституции, чтобы ее реализовать И последнее, это как раз небольшой эксорс по неизведанной конституции, по конституционной, терра инкогнито Итак, почему нам можно гордиться своей конституцией? Наука конституционного права зародилась вместе с государством и феноменом конституции Но, на мой взгляд, подлинное понимание места и роли конституции в жизни людей и государства сформировалось Большинство ученых, присутствующих здесь, со мной категорически не согласятся, но это моя точка зрения Сформировалось в конце 20 века Когда этот документ стали изучать не в пробирке, как делают теоретики, а по результатам его химической реакции с окружающим миром Интерес к конституциям приобрел особый размах именно на рубеже веков Когда Запад вдруг обнаружил, что технологии глобальной демократизации не оправдывают ожидания Не слишком хорошо работают на практике Сначала показала несостоятельность так называемая вашингтонская гипотеза Ее сторонники считали, будто либеральные экономические реформы обязательно приведут к установлению либерального демократического режима Потом обнаружилось, что универсальный рецепт Запада для посткризисных стран Провести демократические выборы, принять новую конституцию Совсем не гарантирует в итоге возникновение устойчивых демократий Несмотря на формальное соблюдение всех процедур и алгоритмов Вместо стабильных государств в странах третьего мира Постоянно появляются слабые режимы, погрязшие в конфликтах и коррупции Поэтому самым актуальным на сегодняшний день для зарубежных исследователей является вопрос Почему одни конституции способны жить долго и при этом менять окружающий мир А другие умирают еще во младенчестве Появилось даже исследовательское направление под названием «Конституционный дизайн» А также масса прикладных работ, где авторы пытаются найти связь Между внутренним устройством и содержанием основного закона И его способностью к долгой творческой плодотворной жизни Итог пока получается довольно плачевный По результатам исследования более 300 конституций, принятых с 1789 года Получился средний возраст жизни в 17 лет Понятно, что всю статистику портит американская конституция Поэтому если взять период после Первой мировой войны То средний возраст жизни всех конституций в мире 12 лет Как известно, наша конституция 12 декабря следующего года Отметит четверть века, я надеюсь, успеет отметить Четверть века своей жизни и деятельности Более того, она занимает второе место по продолжительности жизни Среди всех российских конституций Уже одно это обстоятельство может быть поводом для гордости Потому что наша страна смогла создать документ Который оказался более эффективным, более устойчивым Обладающим большим запасом жизненных сил и творческих возможностей Чем десятки, если не сотни других конституций в мире Еще один важный момент Если раньше считалось, что конституция является закреплением победы одного класса над другим Или, в лучшем случае, результатом общественного договора Фиксирующим баланс политических сил То теперь эта точка зрения серьезно изменилась Сегодня специалисты считают, что подавляющее большинство конституций Включая конституцию США На самом деле написаны не для того, чтобы закрепить какой-то свершившийся факт А для того, чтобы указать цели и задачи дальнейшего развития Возможно, это слишком упрощенный подход к основному закону Но, по большому счету, если конституция не показывает людям, куда нужно двигаться И что следует для этого делать Она становится никому неинтересной и, в конце концов, умирает Особый интерес в этой связи представляет тот факт Что российская конституция родилась в условиях политического и экономического кризиса На фоне раскола политических элит на грани гражданской войны Конституция должна была решить непростую задачу Восстановить общественное согласие И стать при этом инструментом строительства новой государственности Новых федеративных отношений, новой экономики, новой социальной реальности Фактически, конституция должна была способствовать рождению Нового социального порядка из хаоса эпохи перемен И эту непростую задачу российская конституция выполнила Можно сказать, что действующая конституция России Являет собой тот идеальный случай Который пока безуспешно ищут наши коллеги на Западе И наша конституция имеет такое уникальное устройство Или, как модно говорить, конституционный дизайн Благодаря которому она стала инструментом Способным не только примирить конфликтующие силы Но и дать обществу импульс для нового развития Именно такие конституции способны переформатировать действительность В заданном направлении Несмотря на отсутствие в стране политического консенсуса И временную слабость институтов государства Именно такие конституции в современном мире называют самореализующимися Иметь такую живую, саморазвивающуюся, самореализующуюся конституцию Исключительная удача для любого государства и общества Мы можем также гордиться тем, что конституция 1993 года Стала первым в истории нашей страны конституционным актом Который, вопреки многочисленным инициативам Я бы сказал давним традициям Актом, который не был изменен С приходом на президентский пост в 2000 году Нового лидера Собственно, наше общество было приучено к тому, что новый лидер Новая конституция В архиве лежат проект конституции Хрущева и Горбачева Которые не успели принять и реализовать эти проекты А все остальные были Ленинская, Сталинская, Брежневская И конституция 1993 года в этой череде Стала первым документом Который пришедший к власти лидер не переписал под себя Уже 25 лет Уже один этот факт позволяет сделать как минимум два вывода Во-первых, лидер страны умеет эффективно пользоваться Самым главным инструментом общественного управления Который называется основной закон А во-вторых, это означает, что этот инструмент Получился в итоге действительно работоспособным Как я уже говорил, второй сюжет моего выступления Посвящен краткому изложению того, что стоит знать о Конституции Тем, кто профессионально занят в сфере государственного управления Кто неизбежно станет новым лидером нашей страны Новыми лидерами Каждый профессионал, претендующий на занятие вот таких командных высот На любом уровне государственного управления Должен не только знать этот инструмент, но и уметь им пользоваться на практике За недостатком времени я хотел бы на правах одного из авторов действующей Конституции Кратко изложить идеи, которые были положены в основу Конституции Чтобы этот инструмент был работающим Я уже говорил, что Конституция создавалась в условиях острейшего политического конфликта И даже эпизода гражданской войны в нашей столице Поэтому при разработке нам пришлось идти от противного Поскольку Конституцию не получилось принять в результате общественного согласия и общественного договора Значит, надо было создать такой документ, который бы сам стимулировал восстановление общественного порядка И в хорошем смысле слова принуждал к общественному согласию Поэтому была выбрана такая модель Начать с закрепления в основном законе тех общественных ценностей, тех идей и принципов Которые были одинаково важны для всех граждан, независимо от их политических взглядов Это признание высшей ценностью человека, его прав и свобод Это политическая стабильность и территориальная целостность страны Это социальный характер государства Выборность органов власти и местное самоуправление Уважение к культуре и традициям всех национальностей Закрепив эти и другие принципиальные положения, Конституция сформировала, я хочу подчеркнуть эту мысль Необходимую идеологическую базу для общественного согласия В этом смысле Конституция и есть та национальная идея О необходимости поиска, о которой периодически говорят политологи Не надо искать, не надо изобретать велосипед и национальную идею Совокупность базовых конституционных ценностей – это и есть национальная идея нашего государства Причем идея, воплощенная в высшем по своей юридической силе акте страны Более того, в окончательном варианте все эти ценности или даже заповеди Которые равным образом близки и коммунистам, и либералам, и консерваторам Были изложены в самой первой главе «Основы конституционного строя» И максимально защищены юридически от изменений Таким образом возникло поле согласия, точки общественного согласия Которые помогли предотвратить развитие раскола в обществе И обеспечили жизнеспособность основного закона Наряду с основами конституционного строя достаточно очевидным является и второй раздел Конституции «Права и свободы человека и гражданина» Все эксперты внутри страны и за рубежом признают, что это один из сильнейших разделов действующей Российской Конституции Характерно, что наряду с естественными и политическими правами Наша Конституция закрепляет целый пакет социальных прав Раздел о правах и свободах человека и гражданина Также надежно защищен от пересмотра тем же усложненным порядком изменения Референдум или специально созданное на основе специального конституционного закона Конституционное собрание Именно эта глава Конституции дает нам ориентиры для совершенствования деятельности органов государственной власти Для формирования повестки дня политических партий Для создания обратной связи между обществом и государством Далее в основном законе содержатся разделы, посвященные механизмам осуществления государственной власти Необходимо отметить, что при создании Конституции 1993 года Нами были сделаны как минимум два исключения в традиционной схеме разделения властей Во-первых, глава государства впервые был выведен из системы исполнительной власти И при этом не погружен, естественно, ни в какую другую традиционную ветвь власти Во-вторых, было предложено создание, а потом и создан целый ряд, их пять, конституционных органов Формально не относящихся ни к одной из ветвей власти Таким образом, классическая схема разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную К нашей Конституции имеет отношение прямое, но не абсолютное Как известно, в период с июня 1991 года и до принятия Конституции 1993 года Российский президент возглавлял систему исполнительной власти Такая же модель сохранялась и в проектах, разрабатываемых Конституционной комиссией Съезда народных депутатов Согласно действующему основному закону, глава государства занимает позицию верховного арбитра Стоит над ветвями власти, обеспечивая согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти Это цитата из статьи 80 Конституции В соответствии с таким подходом за президентом Российской Федерации В Конституции был закреплен относительно небольшой объем полномочий Сергей Сергеевич Алексеев, с которым не посчастливилось писать базовый текст основного закона В шутку называл такую модель, такую конструкцию, российская модель британской королевы Но вы знаете или должны знать, что эта модель не переписана авторами ни с французской, ни с американской, ни с каких конституций Это модель Михаила Михайловича Спиранского 1809 года, который был не просто сильным государственным деятелем, а умным человеком И он уже тогда построил конструкцию, в которой нашел место царю-императору, позволяющую провести политическую реформу И модернизировать абсолютную монархию в конституционную, даже на основах регионального или территориального разделения власти и ответственности Таким образом, вот эта модель, президент не в исполнительной власти, это российская модель И этим тоже, я считаю, можно гордиться, почитайте Спиранского и получите истинное удовольствие от этого Однако, подобный подход совсем не означал, что президентский пост становится декоративным Напротив, в ситуации острого конфликта властей стране нужна была сильная авторитетная фигура, принципиально стоящая над схваткой И в силу этого способная быть арбитром При этом президент должен обладать достаточными конституционными полномочиями, чтобы принудить конфликтующие стороны к компромиссу На основе такого подхода были сформулированы соответствующие нормы и, что очень важно, особые процедуры, суть которых можно выразить так Президент спокоен, когда в стране все в порядке и действует адекватно и даже жестко, если возникают серьезные проблемы и конфликты Для этого за президентом был закреплен целый арсенал разнообразных инструментов и возможностей От права инициировать согласительные процедуры до прямого федерального вмешательства и применения силы То, что модель британской королевы не удалось реализовать на практике, было связано с особенностями характера первого президента России А также с тем, что на всем протяжении 90-х годов в стране не было вот того самого спокойного времени Не было момента, когда президент мог сидеть на печи, читать книги, заниматься совершенствованием юридического образования По сути, есть только один период относительно небольшой, когда конституционная модель, описывающая место президента, работала идеально Это период, когда премьером страны был Примаков Правительство действовало активно, сильно, эффективно Президент не вмешивался в деятельность правительства и о нем на какое-то время даже забывали Вот эта модель, которая заложена в Конституции Она была немножко, скажем так, испорчена во время конституционного собрания Потому что тогда в эту модель участники записали за президентом право издания нормативных правовых указов В первоначальном проекте у президента не было такой функции Только конкретные исполнительные, распорядительные, я бы сказал, функции по урегулированию конфликтов Примятие решений в поиске преодоления политических кризисов Необходимость продвижения реформ в условиях противодействия оппозиционного парламента Нейтралитета, в кавычках, правительства часто Вынуждали главу государства в целом ряде ключевых вопросов Включая непопулярные социально-экономические решения Брать ответственность на себя и принимать соответствующие указы Помимо президента, законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти В действующей конституции, как я уже говорил, имеется большой набор конституционных органов С особой компетенцией, которые стоят вне системы разделения властей Это прокуратура Российской Федерации, Центральный банк, Уполномоченный по правам человека Счетная палата Российской Федерации и Центральная избирательная комиссия Именно эти структуры не отнесены ни к законодательной, ни к исполнительной, ни к судебной ветвям власти Но у каждого из этих институтов имеется собственная конституционная миссия Своя конституционная задача И что важно отметить, при формировании всех этих пяти конституционных органов Используется принцип двух ключей Кандидатуры предлагаются президентам всенародно избранным А назначаются на эти должности чиновники парламентом Принцип двух ключей дает не только высокий статус этим органам и их членам, аудиторам, прокурорам Но и дает независимость от того же президента, от того же парламента Потому что в одиночку уже с неугодным председателем счетной палаты или председателем Центрального банка Избавиться невозможно, надо решать проблему вместе, используя парламентскую площадку Очень важно, что при создании механизмов функционирования государственной власти Мы, Сергей Сергеевичем, использовали в основном процедурные, процессуальные нормы, а не материальные Потому что суть конфликта может быть разной А правило, алгоритм действия должен быть нормативно, в данном случае конституционно урегулирован Я люблю приводить пример, он есть и в учебнике, как и другие примеры 95-й год, бюджет принят чуть ли не в середине года Тяжелейший конфликт на Кавказе И каждую неделю в Государственной Думе ставится вопрос о недоверии правительству Но работать практически невозможно Председателем правительства был Черномырдин Виктор Степанович Я был его заместителем Я предложил Виктору Степановичу поставить вопрос о доверии правительству самим Не ждать, когда депутаты наконец соберутся силами и отправят нас в отставку А внести документы Виктор Степанович сказал богатым русским языком все, что он обо мне думает В связи с таким предложением Но утром он со мной согласился следующего дня Почему? Потому что процедура Если правительство ставит вопрос о доверии перед парламентом само Оно все органы загоняет в определенный алгоритм Семь дней, не больше, не на час Семь дней, в течение которых президент должен либо разогнать правительство Либо назначить досрочные выборы парламента Из этих семи дней хватило пять, чтобы все фракции приехали в правительство И нашли компромисс с правительством И до окончания полномочий той Государственной Думы Больше вопрос об отставке, о недоверии правительству не вставал Я просто привел пример, которых в Конституции множество Грамотное использование процедуры, позволяющие преодолеть А иногда и предотвратить развитие того или иного политического кризиса Правительству Примакова мы дважды использовали эти возможности Один раз очень удачно, второй раз очень неудачно По политическим результатам Но тем не менее, это были конституционные возможности И конституционные варианты управления страной Еще больше возможностей заложено в Конституции Для урегулирования ситуации конфликта центра и регионов Если возникает такая проблема То конфликтующие стороны могут опять-таки обратиться в Конституционный суд Либо президент может создать согласительную комиссию Либо в исключительных случаях отменить Приостановить неконституционные акты Снять с должности главу региона И даже ввести войска Эти исключительные меры входят в так называемый Институт федерального вмешательства Который существует во всех федеративных государствах Приведу один пример середины 90-х годов Который всем известен Речь идет о конфликте на Северном Кавказе Президент страны применил силу Причем не просто силу, а федеральную армию Для разрешения конфликта внутри страны В Конституции, как всем известно На прямую норму проведения федеральных войск Не записана Поэтому дело быстро дошло до Конституционного суда В 1995 году Конституционный суд рассмотрел ситуацию Сложившуюся на Северном Кавказе Эдэ Юре легализовал так называемую концепцию Скрытых полномочий Суть которой Суть решения Конституционного суда Конституционный суд разъяснив возможность Прямого действия норм Конституции Прямого действия норм Конституции И указав, что глава государства Не только вправе, но и обязан Применить все силы и средства Чтобы сохранить территориальное единство страны Я считаю, это принципиальнейшее решение Которое еще не очень исследовано Теоретиками права Теоретиками конституционного права Но пример есть, решение есть Есть мотивация, есть стенограмма И появление вот этой конструкции Скрытых президентских полномочий Я считаю, сыграло роль и профилактики Для будущих региональных возможных конфликтов С тех пор концепция скрытых полномочий Главы государства Стала составной частью нашей Конституции И вот очень важный момент, коллеги Конституция содержит целый набор моделей Которые можно считать образцами Целевыми показателями Для сверки того, что у нас происходит на практике Как уже говорилось, это модель Устройства государственной власти Президентско-парламентской республики Это конституционная модель федерализма Это кооперативный федерализм С огромным полем совместных предметов Ведения и полномочий Само по себе конфликтное поле Но оно залог творческого развития Самой федерации Возможности ее самосовершенствования Модель экономики социальной Модель отношений в треугольнике Личность общества-государства Модель государственного аудита То есть впервые на конституционном образе На конституционном уровне прописана Возможность контроля общества над бюрократией Конституция содержит также специальные механизмы Которые позволяют учитывать развитие Общественно-политической практики Не вмешиваясь в стабильность Конституционных принципов Это нормы, в которых указано Что конкретные детали устройства Функционирования государственного механизма Регулируются специальными законами Жизнь не стоит на месте Постоянно совершенствуются общественно-политические Социально-экономические отношения И каждый раз править основной закон В соответствии с текущей конъюнктурой Не просто неразумно Но в условиях России крайне опасно В результате у нас есть целый спектр Предусмотренных конституцией законов О правительстве О конституционном суде О судебной системе О чрезвычайном положении Уже принято 86 конституционных федеральных законов Но включая законы с поправками В них же Которые позволили Не меняя текст основного закона Настраивать практику его функционирования К реалиям ситуации А самым мощным механизмом сохранения Правовой и политической стабильности Остается конституционный суд Я во всех своих И учебных лекциях И в публичных Называю конституционный суд Ангелом-хранителем конституции Без него Написанная в 93-м году Конституция не работает И когда объединяли Верховный суд И Высший арбитражный суд Я с ужасом ждал Не попадет ли под объединение Конституционный суд Потому что возможно Теоретически такая модель Она и в 93-м году обсуждалась Большой Верховный суд Со специализацией внутри Ну типа Американского Верховного суда Мы не пошли специально тем путем Потому что в стране не было судебной системы Не было судебной власти как таковой И нам нужна была специализация Десятилетиями Специализация в лице Верховного суда Конституционного суда Высшего арбитражного суда Так вот если бы Конституционный суд Попал под объединение Вот это бы означало Что на следующий день Надо писать и принимать Новую конституцию Сейчас Конституционный суд Имеет право отменить Любой указ Закон Примеры такие есть Они не одиночные Конституционный суд Имеет право толковать Конституцию В результате появляется Конституционное правило поведения Не записанное в тексте Но работающее Потому что это официальное Толкование Конституционного суда В начале 2000-х годов Была начата практика Не бесспорная с точки зрения теории Но она реализована Когда одно решение Конституционного суда Распространяется На аналогичные ситуации В других случаях Не требует специального Механизма рассмотрения Этого дела Нового дела Каждый раз Что называется С нуля Можно говорить о том Что это где-то Отдаленно напоминает Прецедент Но Так это или не так Это уже юридическая И практическая данность Одной из ключевых Особенностей Нашей Конституции Является тот факт Что она Стала своего рода Планом И одновременно Инструментом Строительства Новой России Сама формула Российская Федерация Россия Есть демократическое Федеративное правовое Государство Ведь по-прежнему Остается в значительной Степени Нормой целью А не констатацией Свершившегося факта И дело здесь не в том Что мы чего-то не достигли Несоответственным Каким-то стандартам Просто нужно понимать И помнить Что демократия И федерализм И правовое государство Находится В постоянном развитии Как в плане Идеологического обеспечения Так и с точки зрения Новых политических практик Может быть я Выскажу сейчас Крамольную мысль Но мне кажется Я Такую заявку сделал Что Наши поиски Национальной идеи Оказались Безуспешными До настоящего времени Именно потому Что на самом деле Нам нужно было Искать не абстрактную Национальную идею А уметь Воспользоваться Теми ценностями Ставшими Конституционными Ценностями Которые у нас Уже Сформулированы Как отмечалось В одном из президентских Посланий Федеральному собранию Именно Конституция Утверждает Свободу и справедливость Человеческое достоинство И благополучие Защиту семьи И отечества Единства Многонационального народа Не только как общепризнанные ценности Но и как юридические понятия Формируют социальные институты И образ жизни миллионов людей Я особенно бы хотел подчеркнуть эти слова Образ жизни миллионов людей Это значит образ будущего Образ новой России Фактически Новая Конституция Стала согласованным И что крайне важно Юридически оформленным Общенациональным проектом Строительства новой России Для того чтобы реализовать этот проект Нужны Общественная свобода А также сильные государственные институты И эффективная правовая система Как наглядно подтвердил опыт Последних десятилетий 20 века Реальная свобода Возможна только при наличии Эффективно работающего государства И стабильной Конституции Сегодня практически во всех Успешно развивающихся странах Адаптивность правовой системы И креативность политической практики Сочетается с неизменностью Со стабильностью основного закона Наконец последняя часть моего выступления Несколько сюжетов О неизвестной Конституции Конечно определение неизвестное Я беру в кавычки Поскольку в данном случае Хочу обратить ваше внимание На те механизмы и возможности Конституции Которые еще не были использованы На практике Или пока не стали предметом Внимания исследователей-юристов Важно понимать Что впервые в истории Конституционного развития Конституция страны Не ограничивается только базовым текстом Основной закон создан таким образом Что сегодня Конституция состоит Как минимум из следующих ключевых блоков Или элементов Текст основного закона Федеральные конституционные законы И федеральные законы Принятие которых прямо предусмотрено Конституцией Решение конституционного суда Особенно связанное с толкованием Основного закона Внутри федеративные договоры В смысле части 3 статьи 11 Конституции В Казани об этом сказать И можно, и уместно, и специально необходимо Эта норма была записана специально Для того, в проект закона Чтобы заключить в конце концов В феврале 1994 года договор с Татарстаном И этот договор Процедуры могут меняться Но его появление и его место В правовой конституционной системе России Говорит о том, что это часть Элемент федеральной конституции Потому что она прямо предусмотрена Частью 11 В смысле 11 статьи Конституции Частью 3 А это основа конституционного строя В-пятых Составной частью Конституции Являются международные договоры Российской Федерации Ратифицированные, естественно В установленном порядке Например, договор о союзном государстве С Белоруссией Принятые на основании Статьи 79 действующей Конституции И, наконец, в-шестых Составной частью Конституции Являются отдельные указы президента Что вообще звучит непривычно Но тому Есть решение Конституционного суда Который постановил в свое время Что изменение Названия субъекта Российской Федерации Не затрагивающий основ Конституционного строя Вписывается в текст Конституции Указом президента Десятки раз менялись эти названия Не было законов о поправках в Конституцию Не было конституционных законов Это делалось на основании решения Конституционного суда Указами президента Таким образом Конституция это сейчас Огромный массив Действующих документов Действующих практик Дискуссионным остается вопрос О конституционном обычае В нашей стране Но, думаю, дело не за горами Поэтому, возвращаясь к сюжету О том, стоит ли нам менять Конституцию Скажу одно Прежде чем менять базовый текст Нужно провести инвентаризацию Других форм и возможностей Реализации Конституции А именно Федеральных конституционных законов Решений Конституционного суда Судебной практики И я уверен, что в 99% случаев Окажется, что поправка не нужна В качестве примера Хочу привести поправку Конституция О ежегодном отчете Правительства Перед Государственной Думой Есть конституционный закон О правительстве Дополнить эту норму Туда в конституционный закон И все Зачем надо было устраивать Сыр-бор с поправками Ну и есть ряд других Примеров Из той же Как бы Плоскости Другие грани Неизвестной Конституции Я продемонстрирую Как говорится Пунктирно Возьмем, к примеру, главу Права и свободы человека И гражданина Впервые в основу этого раздела Положена Доктрина Естественного происхождения Прав и свободы человека То есть от рождения Всегда наше конституционное Здание Стояло на том Что все права нам Дарованы государством Ну и партией Впервые записано Что права от рождения Именно поэтому Из практики Исчез институт Лишения гражданства Не может государство Лишить гражданство Человека В силу того Что не человек От государства Произошел А государство От человека Вся здесь цепочка Построена Вот именно На естественном Происхождении Прав и свобод Человека Глава федеративного устройства Уверен, что Многих удивит Но согласно Конституции Есть ситуации Когда законы Субъектов Российской Федерации По своей юридической силе Могут быть выше Чем законы федеральные Абсолютно Пока не восприняты На практике Но надо Чтобы об этом Говорили и писали Ученые Чтобы защищались Диссертации Федерация Построена По принципу Что все Субъект Федерации Вне предметов Ведения и полномочий Переданных Статьей 71-72 Федеральное Ведение Обладает Вдумайтесь в слово Всей полнотой Государственной власти Это формула Ограниченного Суверенитета Это формула Которая реализована В статье 76 Конституции Что если появляется Закон Субъекта Российской Федерации По этой формуле То есть По вопросу Не предусмотренного В 71-72 Статья Конституции То этот закон Обладает Высшей юридической силой И Законом Субъекта Должны руководствоваться Суды Общей юрисдикции Конституционный суд Субъект Или федеральный Конституционный суд По логике Конечно не должен Появляться Федеральный закон В этой сфере Но Логика Логика И жизнь Жизнью Они появляются Сплошь и рядом Поэтому Этим тоже Инструментом Верховенством Юридической силы Закона Субъекта Федерации Надо уметь Грамотно Неполитизировано Пользоваться Еще один сюжет Это известная Дискуссия Об асимметричности Нашей федерации Только ленивый Не сказал Что здесь авторы Конечно Дрохну Ломали И дискуссии О неравенстве Ее субъектов Чтобы разобраться В вопросе Важно обратить внимание На детали Заложенные в Конституцию Во-первых Речь Нигде не идет О равенстве Субъектов Российской Федерации Ну нет таких слов Конституции Конституция Говорит лишь о том Что они равноправны Между собой И здесь нет точки Во взаимоотношениях С федеральным центром Во взаимоотношениях С федеральными органами Государственной власти Конституционный суд Написал по этому поводу Одно из самых длинных И гениальных решений По толкованию Статьи 66 Конституции Но смысл состоит в том Что Смысл решения Конституционного суда Не надо путать Фактическое равенство С юридическим равноправием И равноправием не вообще А в отношениях С федеральным правительством И с федеральными институтами А в сложносоставных субъектах Конституция прописала Несколько простых Правил и процедур Договор между Тюменской областью И входящим в нее Автономным кругом Или другой Если нет договора Следующая через запятую фраза Тогда федерация В праве принять Специальный закон По этому поводу И оказывается Что никакого нарушения Равноправия регионов В сложносоставных Даже субъектах Российской Федерации И с формально правовой точки Зрения Нет Вот здесь Очень интересная задачка Которую я всегда задаю студентам В Конституции Заложена возможность Объединения Субъектов Российской Федерации Установлена процедура Референдум В одном субъекте В другом Или решение Законодательного органа И завершение процесса Федеральный конституционный закон Я задаю вопрос Если такая возможность В Конституции есть До какого минимально Возможного Числа субъектов Можно нам Доукрупняться Не внося Изменений В Конституцию Самые радикальные Настроенные студенты Говорят Ну если такая возможность Есть То хоть до одного Ну это легко Разбивается Потому что Если мы Федеративное Так записано В основах строя Государств То как минимум Два субъекта Должно быть И мы помним Чехословакию Пример Федеративного государства Из двух субъектов Тогда студенты говорят Ага Ну тогда до двух Тоже ответ неправильный Потому что В статье Пятой Конституции Она записана В основах строя Перечислены виды Субъектов Российской Федерации Во множественном числе Республики Края Области В итоге У нас в единственном числе Существует только Еврейская автономная область Остальные По двое Три города Федерального значения И получается Что минимальное число Субъектов До которого Можно доукрупнять Регионы Двенадцать Другой вопрос Надо ли это делать И вот здесь уже Моя позиция И как ученого И как практика В этой области Шишек на получавшего Крупный субъект Опасен для страны Не случайно Збигнев Бжезинский Уж чего только По не написал Но в его трудах И в Великой шахматной партии Оптимальным для России Считается Семь регионов Значит это точно Та цифра При которой Страна развалится Если об этом Бжезинский написал Но я считаю Что количество Субъектов Не должно задаваться Сверху Вот сейчас Этот процесс Какую-то Первую-вторую волну Прошел А дальше Он должен идти Что называется Снизу И субъект Не должен быть Самодостаточным Если Все есть И ничего не надо Считайте Что следующим Будет вопрос О выходе Следующим вопрос Будет об изменении Территориального устройства Кому-то это надо Еще раз В истории нашего страны Государства Никому не мешает И существующее И чуть-чуть другое Но не придуманное Учеными Или политологами Количество студентов Мы правда знаем Что раз в два года Эта тема Все равно возникает В Совете Федерации Появляются цифры 40, 44, 42, 29 Но видимо Появляются средства На исследования Вспоминают Про совнархозы Еще про что-то Вот на уровне Исследований Векторин Пожалуйста На уровне практики Меняющей Устройства страны Это крайне опасно Но в этой связи Я хочу В этой аудитории Наверное Впервые сказать Потому что Несмотря на то Что работаю В архивах Давно И очень давно Совершенно недавно Нашел Материалы Заседания Политбюро ЦК КПСС От 14 июля 1989 года Легко запомнилось Потому что День Парижской коммуны И вот на том заседании Обсуждался вопрос И проекты Создание на территории РСФСР Шести регионов Шести республик С правами Союзных республик Вы помните 15 союзных республик РСФР одна из них И в 1989 году На Политбюро Обсуждается вопрос Разукрупнить РСФСР Превратить ее В шесть союзных республик В дополнение К тем 15 Я могу отдельно Потом рассказать Для чего это делалось С точки зрения Арифметики Но с точки зрения Практики Это привело к тому Что 86% Депутатов Коммунистов На съезде Народных депутатов СССР Проголосовали За декларацию Суверенитета Потому что Депутаты Коммунисты В РСФСР Совсем не хотели Чтобы республику Раздробили На множество Мелких частей И это было соревнование Не о суверенитете Еще о чем-то Это было соревнование За сохранение Территориальной целостности И логики развития За этой концепцией Доктриной Стоят очень умные люди На политбюро Вопрос докладывает Засохов Один из основных Разработчиков Шахназаров Георгий Хасрович Умные люди Умнейшие Мне посчастливилось С ними встречаться Обсуждать многие вопросы Они видели опасность Нахождения в конституции Статьи 73 О праве свободного выхода И пытались изобрести конструкцию Когда это право свободного выхода Нельзя реализовать И нашли решение Вместо 15 С правом свободного выхода Сделать 35 Добавив туда Автономии СССР И Российской Федерации Или пойти по пути Разукрупнения Российской Федерации Логика какая-то В этом есть Но поскольку Это было все предпринято В момент тяжелейшего Экономического И политического кризиса Это привело к тому К чему привело В ноябре 1988 года В Москве Появляется делегация Эстонского Верховного Совета И предлагает Союзный договор Михаилу Сергеевичу Который влюбляется В эту идею Союзный договор Прекратил существование В 1936 году Как документ Когда вместо Конституции 24 года Где он был В составной части Была принята Конституция СССР В 1936 году Зачем В 1988 году Изобретать Союзный договор В то время Когда у Горбачева Была удивительно Хорошая Конституция Проект Который был написан Под руководством Академика Кудрявцева Нет Союзный договор И вот этот Троянский конь Сработал Опять же Не на создание А на разрушение Государственного Я к тому Что конституционные Эксперименты Именно как Эксперименты В нашей истории Всегда Очень опасны Еще один Интересный момент Который тоже Не описывается Пока нигде Вы в конституции Не увидите Принципов Всеобщего Равного Прямого Избирательного права Многие даже Сейчас полезут Посмотреть в интернете Не может быть Ну что Алексеев и Шахрай Вообще Азбуки не знают К выборам президента Мы написали Выборы президента На основе Всеобщего Равного Прямого Избирательного права Но больше Нигде в конституции Этих принципов нет Мы считали Сергеем Сергеевичем Что на уровне Местного самоуправления Они вредны Для нашей страны Мы считали Что на уровне Местного самоуправления Не всеобщее Не равное Не прямое Избирательное право Не абсолютно Нам надо решать Национальный вопрос Не каждый раз В Москве И в масштабах Всей страны А решать По месту жительства Того или иного Этноса Давая ему Возможность Культурного Исторического Развития И защиты А это Представительство В органах Местного самоуправления Для этого Надо отказаться От принципа Всеобщего И равного Избирательного права Или прямых выборов То есть решение Этнических проблем На уровне Местного самоуправления Привело нас К идее И к реализации Убрать эти принципы Точно так же Мы считали Что на уровне Местного органа Власти Местного самоуправления Может быть Профессиональное Представительство По типу Известного нам Из югославского Одна Особенность Мы из Конституции Это выбросили И замену туда Не написали Потому что Решить схему Для всей страны На уровне Основного закона Глупо Мы дали возможность Это законодателю И законодателю Субъекта Российской Федерации Не нарушая Конституцию Решить эту проблему Попробовать В виде Регионального Эксперимента На уровне Местного самоуправления Конституция Дает такую возможность И в связи с этим Именно в связи с этим С отсутствием этих принципов Всеобщего равного Прямого избирательного права Еще одна Нереализованная мечта Наша Сергея Сергеевича Мы считаем Что на уровне Местного самоуправления Должны голосовать Только налогоплательщики То есть Мы предлагаем Идти на лишение Избирательных прав Несовершеннолетних Там пенсионеров Еще если они не платят налоги Тут к нашей налоговой системе Специальные вопросы Мы можем От нашего собрания Послать сегодня Телеграмму Мишустина У него день рождения Федеральная налоговая служба Но Местное самоуправление Это осуществление власти Под свою ответственность За свои деньги Если это так Ну пусть Вот именно Муниципальное Местное Первое звено Местного самоуправления Избирают те Кто платит налоги Это другая система Прямой обратной связи Я плачу Я налогоплательщик Где это Извините Власть Где этот староста И все остальное Другая логика Другая философия Власть начинает быть Не посторонней Не инопланетной А своей Кровной За свои деньги Вот уже три диссертации Можно по итогам Лекции Брать На защиту Я гарантирую Что у нас На диссертационном Совете Они пройдут В других Советах Вряд ли Или например Ситуация Которая Одновременно Была очень Острой Политической В Конституции Мы записали Администрация Президента И Совет Безопасности Российской Федерации Вопрос Об администрации Президента Несколько раз Доходил До конституционного Суда Один раз До официального Запроса Вносили Естественно Депутаты Коммунисты Потом Месяцев Через 6-7 Они свой запрос Отозвали Потому что В общем-то Он решался На уровне Теории Государства И права Студентами Первого курса Запись Конституции Администрации Президента Не означает Что это орган Государственной власти Но означает Что это Государственный орган Помогающий Реализовать Полномочия Записанные За президентом Вот и все Я просто Всегда иду дальше Если это Настолько важный Орган А он очень важный Мы видим баланс Правительства Администрации Туда-сюда Плавает все время Должен быть Федеральный закон Об администрации Президента Вот и все Если идея Начинает Обладевать Массами Такой закон Появится Совет безопасности Еще более Интересный орган Позапрошлом году В Китае Где меня Часто приглашают Выступать И на широких Конференциях И на закрытых Круглых столах И семинарах Мне было Задано Два интересных Вопроса А надо ли Создать в Китае Совет безопасности Как в России Как в Российской Конституции Само появление Вопроса На уровне Экспертов ЦК Коммунистической Партии Китай Изначает Что что-то Не задумали Но ответ На вопрос Пришлось Мне давать им Такой Который Их расстроил Я объяснил Коллегам Что в нашей Конституции Совет безопасности Появился Из-за того Что исчезло Политбюро ЦК КПСС Я сейчас Не про партию Я про то Что в стране В реальном механизме Власти Был орган Политбюро Который согласовывал Деятельность Силовых структур Там Парламентских структур Согласовывал Координировал Когда партия Развалилась И кстати Не указ Ельцина 6 ноября Ее ликвидировало Решение Верховного Совета СССР 29 августа За 6 месяцев До Ельцинского указа Но факты у нас Всегда отдельно Жизнь отдельно И мы Совет безопасности Написали Как вот это Политбюро Без слова Политбюро Где президент Председатели палат И силовые Министры федеральные Встречаются Для того Чтобы в еженедельном Режиме Все таки Обеспечивать Согласованную Функционирование Для китайцев Говорю коллеги У вас есть Не просто Политбюро У вас есть Постоянный комитет Политбюро С 9 человек Если вы рядом Создадите Совет безопасности Как официальный Государственный орган Ждите революцию Это будут двой власти С тех пор Они пока Эту тему Еще раз Не задают Но они же Задавали вопрос Китайцы Может быть Им нужен Конституционный суд Это значит Будет судебная реформа Рано или поздно В Китае Ответ был Примерно такой Если создавать Конституционный суд По российской модели В Китае Будет беда Потому что Рано или поздно В Конституционный суд Придет запрос На решение Компартии И что тогда Суду делать Либо суд Ниже плинтуса Опустят Либо партия Ни того Ни другого Делать нельзя И я китайцам Просто привез И мы перевели Материалы О комитете Конституционного надзора СССР Он двинул Сильно вперед Правовую систему Он дает заключение О соответствии Основному закону Страны Тех или иных решений Но решение комитета Рекомендательное Необязательное Шаг вперед Но не развал Правовой и политической системы И такие примеры Они тоже показывают Что В нашей Конституции Был найден Ну скажем так Базовые модели Этих органов А чем их наполнять Потом решалось В конституционных законах И на практике Теперь Глава О федеральном собрании Ну казалось бы Здесь уже ничего Не убавишь Не добавишь Но оказывается Это самый запущенный Конституционный вопрос У нас есть Конституционный закон О судебной системе О конституционном суде У нас есть Конституционный закон О правительстве У нас нет Конституционного закона О парламенте Нет Конституционного закона О федеральном собрании Я сейчас Не буду говорить о том Что это Арифметическое нарушение Баланса Я говорю о возможности Появления такого закона А его потребность колоссальная. И с точки зрения ближайшего будущего интернет-демократии, и с точки зрения площадки для согласования политических интересов и правовых вопросов, и с точки зрения статуса этого парламента, и вопросов оппозиции, не будет болотных площадей, если парламент в силу федерального конституционного закона станет площадкой для диалога и разговора. Хочу сказать, что проект такого закона мною написан, ждет своего часа, может быть в следующем избирательном созыве, кто-то возьмет его на знамя своей предвыборной кампании, может и парламент. За парламент я получил очень много замечаний, взысканий, что я отобрал вместе с Сергеем Сергеевичем, правда он писал только второй раздел, что я отобрал все полномочия в Государственной Думе. Ну, во-первых, это неправда, потому что у Государственной Думы осталось одно важнейшее полномочие, право контролировать деньги правительства. Инструмент для этого мы записали в счетную палату. Другое дело, что депутатам неинтересно и опасно заниматься финансовым контролем, им хочется кого-то назначать, освобождать и писать проект федерального бюджета. То есть это умение владеть своими полномочиями. А во-вторых, я считаю, что роль парламента в нашей стране будет обязательно увеличиваться и появится вот этот закон, о котором я говорил, но это должно идти вместе или параллельно с созданием многопартийной системы. Если в стране нет конкуренции политической, нет партии, отдать полномочия группе депутатов – это отдать полномочия в никуда. Есть исследования классиков, что диктатура коллективная хуже диктатуры индивидуальной, и философской, и общественно-политической. Появляется многопартийность реальная, есть политическая конкуренция, вот тогда появляются и новые полномочия у парламента, особенно для меня важно, для этого не надо менять конституцию. Это федеральный конституционный закон с набором этих полномочий и этих механизмов, прежде всего механизмов. В этой связи, буквально короткую ремарку, у нас постоянно витает где-то за спиной, где-то рядом, как рояль в кустах, немецкая модель. Немецкая модель организации государственной власти, когда президент – фигура важная, важная политически, но номинальная, представительская. Ее избирает парламент, и он представляет страну и согласовывает некие процедуры и правила. Главным человеком является канцлер, председатель правительства. И заманчивость этой модели в нашей стране все время возникает из-за того, что канцлером можно быть столько раз, сколько твоя партия побеждает на выборах или коалиции твоей партии. То есть не надо ломать копья два срока подряд, два и не более, два и не менее. Вот победила несколько раз твоя партия, два, три, пять, ты все время глава государства в форме канцлера. Для нашей страны эта модель заманчивая, но опасная именно в силу того, о чем я сказал. Нет партийной системы. Как переходить на партийную систему, организацию парламента и власти в отсутствии партийной системы в стране? Это передача ответственности в безответственное состояние или положение. Более того, я уверен, что этот избирательный цикл Германии пройдет еще по этой модели своей, а следующий они начнут менять. 16 лет Коля, уже Меркель перешагнула Коля, перешагнет Коля. Политическая система Германии больше не хочет жить по этой модели. А миграционный кризис показал, что эта модель неэффективна в каких-то вопросах. Значит, мы будем с вами видеть перераспределение полномочий в немецкой модели в треугольнике президент-парламент-правительство. Возможно, они просто перейдут к выборному главе республики, а на федеративной республике, и тогда этот баланс будет изменен. А мы хотим впрыгнуть в вагон уже уходящего поезда в отсутствие у нас многопартийной системы. Теперь еще одну ремарку про Совет Федерации. Идеальная модель Совета Федерации, когда в нем работают первые лица региона. Президент и председатель законодательного собрания. Вот как только от этой модели, которую мы заложили в Конституцию, ушли, начался период неприличного представительства. Приличного представительства. Но в любом случае уменьшение статуса и роли Совета Федерации. Вы вдумайтесь, вы не найдете вот так сходу страну в мире, в которой парламент действует постоянно. У нас Дума может быть заменена, распущена, досрочные выборы. Совет Федерации работает всегда и постоянно. Это политический, парламентский дежурный страны. В 1996 году Совет Федерации сыграл роль коллективного президента. Когда Ельцин был недееспособен, а Совет Федерации несколько месяцев управлял как коллегиальный глава государства. Потому что в нем сидели президенты республик, председатели законодательных, исполнительных органов власти, субъектов Российской Федерации. Они понимали ответственность страны и тихо, спокойно во главе со Строевым Егором Семеновичем вытащили страну, в том числе из одного тяжелейшего международного конфликта. Когда мы стали вместо первых лиц посылать туда заместители, представители, места стали покупать и продавать, авторитет этого органа почти исчез. Но это третье лицо в государстве, председатель Совет Федерации, именно потому что он постоянный, нераспускаемый орган. Поэтому шаг в правильном направлении сделан, возвращена выборность первых лиц регионов. Теперь осталось сделать следующий шаг, чтобы в Совете Федерации первые лица заседали. Это не постоянно действующий орган, это не нарушение принципа демократии, принципа выборности. В Конституции выборность и федерализм равноценные вещи. В данном случае Совет Федерации олицетворяет региональный аспект демократии, региональное представительство на вершине государственной власти. И это важнее, при том, что если каждое лицо выбрано, и губернатор, и президент, и законодательное собрание, то вот он, принцип выборности реализован в субъекте, принцип представительства и федеративный принцип реализован на уровне формирования самого Совета Федерации. Про правительство. Надо же про него что-то хорошее сказать. Здесь у меня сюжет, вы найдете специальный параграф в учебнике. Как создать в нашей стране правительство парламентского большинства, вдумайтесь в эти непривычные для нас слова, правительство парламентского большинства, не внося ни одной поправки в Конституцию. В 2003 году я уже потирал руки, выслушав послание президента Федеральному собранию. Ну вот, наконец, эта моя модель будет реализована. А президент сказал буквально следующее, что по итогам выборов в Государственную Думу 2003 года может быть сформулировано правительство, опирающееся на парламентское большинство. Ну, не повезло трём лицам. Мне не повезло, президент не реализовал свои слова, но больше всех не повезло Ходорковскому, который своей работой с депутатским корпусом, в общем, насмерть напугал президента, возможности, ну, как бы так помягче сказать, возможности организовать депутатов таким образом, что автоматически премьером от парламентского большинства станет сам Ходорковский. То есть модель натолкнулась, чтобы вы понимали, откуда что взялось. Там ни ЮКОС, ни деньги. Всегда власть сначала, а деньги потом. Ну, тоже наверху, но потом. Вот эта модель в 2003 году не сработала, но она есть в Конституции. Для её реализации есть два механизма. Первый – поправка в статью 7-9 Федерального конституционного закона о правительстве. Там записывают вот эту фразу, что президент предлагает Государственной Думы кандидатуру председателя правительства, представляющую победившую на выборах партию, или коалицию партии. Эти поправки сформулированы тоже у нас есть. Всё, ничего менять не надо. Дальше президент предлагает такую кандидатуру, депутаты голосуют и дают мандат доверия, парламентского доверия правительству. Оно становится органом по базе, по содержанию деятельности, зависящей от парламента результатов выборов, по процедуре назначения, освобождения, конфликта, досрочных выборов, по того самого арбитражной функции президента. Но есть и ещё проще схема. Я 25 минут назад сказал о конституционном обычае. Достаточно президенту, но не в новогоднюю ночь, а перед выборами в Государственную Думу, сказать, уважаемые избиратели, я прошу всех прийти и проголосовать ответственно. Вот там партии разные. Я представлю в Госдуме кандидатуру того премьера, чья партия победит на выборах. Вот просто он сказал по телевидению. Прошли выборы, он кандидатуру Сидорова внёс. Один раз, второй раз. Появился конституционный обычай, от которого отказаться сложнее, чем нарушить Конституцию. Ты же дал слово на всю страну. Вот тот случай, когда конституционный обычай может привести к формированию правительства парламентского большинства. Но всё-таки лучше нести изменения в 7-ю и 9-ю статью Конституционного закона о правительстве. Нельзя не помянуть нашу любимую судебную власть. Об этом я уже сказал. Чтобы не повторяться, напомню только один сюжет. В 93-м году, когда мы заканчивали проект Сергеем Сергеевичем, за два года до этого было принято Верховным Советом концепция судебной реформы. Эта концепция была хорошим переписыванием уставов Александра II, судебных уставов. Судебная реформа 1864 года. Вообще ничего лучше в нашей стране пока в области государственного строительства не произошло. 154 года минули, но надо признать этот факт. Эта судебная реформа 1864 года абсолютно выводит нашу страну, как всегда, в несравнимую ни с кем плоскость. У нас конституционная монархия начиналась не с парламента, как во всех странах, а с судебной власти, причем на 60 лет раньше, чем Первая Государственная Дума. Вопрос другой. Почему в 1864, а фактически это 66-й год запуск, почему Александр II создал такую независимую судебную власть, в которой судебный следователь назначался императором по представлению министра юстиции и имел зарплату 900 рублей в год по тем деньгам? Зачем это царю-императору? Можно говорить, что, конечно, суд на него бы не посягнул, но, может быть, и не посягнул, но это, тем не менее, уже была не абсолютная монархия. А второе, мы до сих пор не можем дойти до той модели. С чего начал Александр II? Он развел судебная круга с границами губернии. Пункт один, что называется. Чтобы обеспечить независимость судебной власти от губернатора. Царь далеко, губернатор рядом, от него все зависит. Границы разведены. Судебная круга, судебные палаты могли только взаимодействовать, но никто друг другу не подчинялся. У нас до сих пор в каждом субъекте свой суд. От еврейской автономной области до республики Татарстан. Я имею в виду суд общей юрисдикции, прежде всего. Ничего, кроме политической воли, для того, чтобы обеспечить большую степень судебной самостоятельности, нет. И второй здесь момент. Судебный следователь. Это судебный чиновник, который осуществлял контроль за предварительным следствием. Он не участвовал в рассмотрении дел в судебной палате. Но без него нельзя было закончить дело. Надо было на стадии предварительного слушания заслушать обвинителя, жандарм, защитника с адвокатом и дать слово человеку. И только оценить допустимость доказательств. И только после этого дело поступало на рассмотрение. Ликвидировали как класс. В результате президент страны позапрошлым году вынужден говорить, что из 200 тысяч дел две трети дел попали в суд из-за злоупотреблений на стадии предварительного следствия и там развалились. Следователь за деньги возбуждает дело. Следователь за деньги закрывает дело. В результате бизнесмен остается без дела. Следователь с деньгами и без ответственности. Это полнейшая дискредитация. Мы изобрели судебность. Ну не изобрели, там французы чуть раньше были, но мы лучше них сделали. Институт следственного судьи или судебного следователя. Всего надо 80 человек на страну. Деньги минимальные. В компетенцию Следственного комитета и прокуратуры не вторгаются. Это форма судебного контроля, провозглашенного в Конституции за предварительным следствием. Таким образом, дорогие коллеги, я хочу сказать, что в Конституции 1993 года, 25 лет которой может случиться в декабре следующего года, столько интересного и нереализованного, что хватит всем нам и вместе, и по отдельности работать на государственной службе, на научном поприще, на учебном. Просто посмотрите на этот документ, не как на текст, а как на феномен, как на способ сборки страны из хаоса, моделирования некоторых ситуаций, по которым еще пахать и пахать. И в конце одно необъяснимое для меня обстоятельство. Все Конституции в нашей стране написаны выпускниками одного факультета, одного университета. Наверное, случайность. Речь идет о Ростовском государственном университете, юрфак которого я закончил. А дело вот в чем. Конституция 1918 года, Ленинская Конституция, написана Рейснером Михаилом Андреевичем, немецким бароном по потомкам, сильнейшим юристом, который закончил Варшавский университет, переехавший после этого в Ростов-на-Дону. Оппозиционные проекты там были тоже ростовчанами написаны, Михаилом Винавером в частности. Конституция 1936 года, пока я в архивах ростовчан нашел только в главе судебной власти, но, видимо, надо работать сильнее. Но Конституция 1964 года, уникальный проект которой, это Хрущевская, где Хрущев в шестом разделе впервые написал, что КПСС действует в соответствии с Конституцией. Я думаю, это резко ускорило его отстранение от власти в те годы, но он написал, в его проекте есть. Вот Конституция 1977 года написана выпускником нашего Ростовского университета Бовиным. Он не только журналист и политолог, он классный юрист, и текст Конституции, включая преамбулу, был им написан. Но в 1993 году уже повезло мне. Вот это случайное стечение обстоятельств, оно не абсолютно естественно, потому что авторов много в каждом тексте, но позволяет мне всегда поговорить о том, что конституционные документы рождаются в том числе и в тех вузах, в которых живет дух свободы. В Ростове, на юге, никогда не было крепостного права. Ростовский университет, это Варшавский, это университет первой Конституции. Александр I даровал польскому государству Конституцию в 1815 году. То есть польская Конституция, первая российская Конституция. И вот Варшавский университет, свобода мысли, Конституция Юг России, где сложнейший национальный, этнический, социальный состав, требующий правил поведения и уважения, достоинства других людей, рождает и студентов таких, и профессоров. Вот мне кажется, в этом плане Казанский университет сейчас сильнейший в стране. Мне есть возможность сравнивать с питерским, с московским, с ростовским, к сожалению. Поэтому я передаю эстафету следующей Конституции вам. Спасибо.